Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Мир теперь совсем другое место для пожилых людей, которые изо всех сил пытаются остаться на шаг впереди против смертельной пандемии, которая, кажется, желает победить людей. Из их возрастной группы больше, чем любая другая. Майк Кейн, житель города Сан-Диего, штат Калифорния, был в тот день настроен весьма решительно. Он собирался добраться до универмага во что бы то ни стало, лишь бы порадовать женщину, которая является любовью всей его жизни. Ветеран ВВС голосовал у дороги, стоя на обочине возле озера Сан-Маркос. Он поднял палец вверх, ожидая попутной машины. Ведь пешком пройти необходимое расстояние для него серьезное испытание. Мужчина передвигается при помощи ходунков. По большому счету, он рисковал жизнью, выйдя из дома в разгар пандемии. Это именно то, что Ричард Фармер хотел узнать, когда он увидел старшего, выглядящего уязвимым, стоящего на углу улицы возле озера Сан-Маркос. Мужчину и задал ему вопрос, что тот тут делает и не нужна ли ему помощь. Ричард в тот день покинул свой офис по продаже недвижимости, чтобы быстро съездить домой на обед. Но тут на глаза ему попался самый старый автостопщик, которого он когда-либо видел. Ричард не знал этого в то время, но он собирался выяснить, сколько стоит эта вещь, называемая шоколадом, которая заставила мужчину преодолеть этот путь. Ричард рассказал об этой истории в сети, в посте на Фейсбук он объяснил. «Я сделал паузу, развернулся и вернулся, чтобы посмотреть, нужна ли ему помощь. Я вышел из машины, узнать, точно ли он был в порядке, и он ответил, что пытается добраться до недорогого магазина, расположенного на расстоянии около двух километров от того места, где мы были. Я был в шоке, ведь мужчина передвигается при помощи ходунков. Сначала Ричард подумал, что может быть старику просто нужно немного еды в магазине купить. Конечно, мужчине было его несложно подбросить. В такое время нужно особенно оберегать старших людей. Агент по недвижимости провел около четверти часа, вытирая в автомобиле ручки, сиденья, приборную доску и так далее. Также он вручил пассажиру дезинфицирующее средство для рук, маску и одноразовые синие перчатки. Чего Ричард не знал, так это того, что Майк действительно искал особую группу продуктов, без которой многие просто не могут жить. Ричард немного поговорил с Майком, спросив его, сколько ему лет, женат ли он. Оказалось, мужчине почти сто лет, он женат на 94-летней Дорис, и они вместе еще с малого детства. Когда он спросил Майка, знает ли Дори, что он ушел, тот с ехидной улыбкой ответил, «Нет, она, вероятно, еще даже не начала искать меня. Что касается того, почему они ходили в магазин, где все по 99 центов, то это все было, чтобы проделать сладкий ритуал, который Майк и Дорис делились каждую ночь в течение последних 20 лет. Мы с женой хотим каждый вечер делить шоколадную плитку на двоих. Мы едим только этот шоколад. Сейчас карантин, и мы никуда не ходим, но мне очень нужно купить 35 плиток этого шоколада. Он делает Дорис счастливой». Ричард быстро помог Майклу, вышел из магазина и благополучно вернул его домой к своей жене. Я спросил, что он собирался рассказать своей жене о том, откуда взялся шоколад, и он сказал, что собирается сказать ей, что он встретил очень хорошего человека с машиной, который согласился его сопроводить. После того, как он отвез его домой, Ричард отдал Майку свою визитку и сказал, что тот может позвонить ему в любое время, когда ему понадобится поездка в магазин. Неважно, за шоколадом или нет. Я дал ему свою визитку и сказал, что в следующий раз, когда нужно немного шоколада, не нужно пытаться ездить автостопом, просто позвоните мне. И еще я добавил, что с нетерпением жду встречи с Дорис. Что касается жены Майка Дорис, она не слишком волновалась, когда исчез ее муж. Это был не первый раз, когда Майк отправился за едой. Он не разрешал жене ходить самой, пытался беречь ее от всего опасного. Но теперь, когда у него в кармане было 35 плиток шоколада, они некоторое время оставались дома, чтобы поделиться этой сладкой любовью. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук ссылки в описании.